МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Бийске открылся пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводка. Серебро как путевка на большой ринг. Бойцы из клуба «Спарта» представят наш город на чемпионате России. Только постановки, актеры и буфет в Антракте? А что же такое театр на самом деле? Расскажем сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Бийске заметно прибавилось автомобильных пробок. И виной тому не только ямы на дорогах. Наш город временно лишился понтонного моста. Его развели связи с подвижками льда в районе переправы. На плавной мост начали разбирать раньше обычного. В прошлом году Бийск лишился переправы 3 апреля. В этом году на эту дату гидрологи уже прогнозируют ледоход. Отметим, что работы по разбору осложняют сильный ветер и толстый лед, который с трудом ломается. Добавим, что понтонный мост состоит из пяти секций. Их общая площадь 336 метров. Подготовку к разведению моста начали накануне. Ото льда очистили затон. В нем временно разместят все секции. Там они переждут ледоход. Это примерно две недели. Как только река полностью освободится от плавающих льдин, мост вновь соберут. Отметим, что собирать его, как говорят речники, гораздо сложнее, чем разбирать. Принимают одежду, обувь, постельные принадлежности. Сегодня в Бийске открылся пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводка. Он расположен на базе комплексного центра социального обслуживания населения. Пока свое желание помочь подтопленцам изъявил только один человек. Юлия принесла нам сегодня моющие средства, порошки и мыло. Хочу вас попросить, что если кто-то откликнется на наши, так сказать, просьбы, приносите вещи новые, одежда, обувь детская, взрослая, одеяло, зубную пасту, ну все, что необходимо в таких случаях. Комплексный центр обслуживает не только наш город, но и Бийский, Зональный, Красногорский и Салтонский районы. Поэтому собранная гуманитарная помощь будет распределяться среди жителей всех этих территорий. Вы можете принести постельные принадлежности, обувь, одежду, средства личной гигиены, а также бытовую химию и бутылированную воду. Отметим, что все вещи должны быть в хорошем состоянии. Их принимают по адресу улица Вагонная, 65, с понедельника по пятницу. В Алтайском крае по-прежнему действует режим ЧАЭС. Он сохранится в регионе как минимум неделю. По сравнению с первыми днями, поводковая ситуация сейчас улучшилась. Однако, это не повод расслабляться. На ближайшие дни в Алтайском крае Республики Алтай прогнозируют обильные дожди. Из-за штормового предупреждения на федеральных трассах дорожники работают в круглосуточном режиме. По данным гидрометеоцентра, в Алтайском крае из-за обильных осадков наиболее неблагоприятные погодные условия могут сложиться в южных и восточных районах. В период непогоды водителям рекомендуется по возможности воздержаться от поездок, быть внимательнее и следить за требованиями дорожных знаков. А отметим, что за сутки количество подтопленных населенных пунктов снизилось до 60. Уменьшилось и общее количество жилых домов, в которые заходила вода. В ликвидации последствий паводка задействовано около полутора тысяч специалистов. Накануне в Алтайский край прибыла большая группа спасателей из Екатеринбурга. В эфире информационная программа «Будни». Смотрите далее в выпуске. Серебро как путевка на большой ринг. Бойцы из клуба «Спарта» представят наш город на чемпионате России. Только постановки, актеры и буфет в Антракте. А что же такое театр на самом деле, расскажем далее. Рекламная служба «Бийской медиагруппы». Воплотим самые невероятные идеи в сфере рекламы. Ваш успех – наша забота. Телефон рекламной службы – 313115. Внимание! Открытие! 1 апреля нового магазина «Модный город». Скидка на весь товар – 20%. Ждем вас! ТЦ-стиль! 1918-й. 2018-й. Бийский рабочий. 100 лет вместе с вами. Космические корабли, ракеты и вездеходы. Сегодня в Бийске начались королевские чтения. В Доме детского творчества открылась выставка, посвященная космосу. К этому событию бичане подошли масштабно. Сочинили стихи, создали видеоролики, нарисовали и сконструировали модели. Именно на королевские чтения ребята предоставляют огромную массу работ в технике, разной технике, по теме космос. Эта тема, она настолько привлекает всегда ребят, она пробуждает массу фантазии во всех человеческих душах, не только ребячьих душах. Я люблю исследовать, поэтому мы сделали исследовательский космический модуль. Мы делали очень долго, добивались этого. Папа мне немного помогал. Там сложно было сделать подсветку. И надо там кнопку отдельно сделать и еще приклеивать. Королевские чтения, посвященные памяти главного конструктора ракетно-космических систем, проходят в Бийске уже в 30-й раз. Творческий конкурс объединил более 200 любителей космоса. Среди них воспитанники детских садов, школьники и студенты. На суть жюри участники представили около 300 работ. Проявить свои творческие способности они могли в конструировании, изобразительном и литературном творчестве, в создании видеофильмов, роликов, в компьютерной графике, а также в интеллектуальных играх. Конкурсная программа продлится до 12 апреля. За это время участники чтения презентуют свои работы в 9 номинациях. Кроме того, им представится возможность пообщаться с бийскими учеными, посетить музей ракетно-космической техники, городском планетарии и выставочный зал ФНПЦ Алтай. Добавлено, что подведение итогов чтения и церемонии награждения пройдут в День космонавтики. Поют и танцуют до самой ночи. В городском дворце культуры проходит фестиваль детского творчества «Волшебная свирель». Краевой конкурс талантов за 23 года вырос настолько, что просмотры участников начинаются рано утром и завершаются ближе к полуночи. Мне понравилось то, что в этом году появляется география Критманова. Здесь Зональная, здесь присутствует Первомайский, здесь присутствует Барнаул. К вам ездят в Барнаул, им мало своих конкурсов. Понимаете, всякий раз, когда я бываю здесь, я вспоминаю, ради чего мы работаем. А ради того, чтобы ваши ребята выходили на хорошую дорогу жизни. За три дня на сцену городского дворца культуры выйдут 2500 юных артистов. Конкурсантов так много, что организаторы приняли решение обойтись без ведущих. Чтобы сократить время, номера объявляют прямо из-за кулис. Отметим, что в этом году стал популярен жанр художественного чтения. Однако, самым многочисленным на «Волшебной свирели» остаются номинации «Хореография» и «Вокал». Только песенных номеров в программе почти 200. Итоги фестиваля детского творчества подведут 1 апреля. Тогда же состоится большой гала-концерт. Так страшно было. Было круто. Сначала вольнение, а потом, ну, когда спел, уже все. Спокойно так. Да, хорошо. Конкурс сильный очень. Мы рады, что приехали на этот конкурс. Мы приехали первый раз и очень рады тут побывать. Погрузиться в загадочный мир искусства. Такая возможность сегодня есть у жителей нашего города. В эти часы Бийский драматический театр проводит акцию «Театральная ночь». У вас еще есть время, чтобы стать участником этого культурного события. Бийский драматический театр распахнул свои двери для верных поклонников и любителей искусства. Все желающие могут погрузиться в таинственный и загадочный театральный мир. В программе встреча с любимыми артистами. Кроме того, у посетителей есть возможность примерить на себя образы любимых героев, узнать историю и легенды бийского драмтеатра. Вход свободный. Премьеры, актеры и буфет в антракте. Типичное представление зрителей о театре. Хотя на самом деле жизнь в храме искусств этим не ограничивается. Наша съемочная группа заглянула за кулисы, и моя коллега Кристина Мелехова побывала там, где нога зрителя обычно не ступает. Чем заняться в выходные? Ответ на этот вопрос для многих бичан давно уже решен. Бийский драматический театр балует своих зрителей постановками классиков и современников. Афиша храма искусств обновляется с завидной регулярностью. За сезон актерам приходится примерять на себя более семи ролей. Театр – это единый живой организм. За легкой игрой на сцене кроется титанический труд. Одна пьеса – это сотни рабочих часов и десятки бессонных ночей огромного коллектива. Актеров, звукорежиссеров, костюмеров, гримеров. Целые цеха работают на благо искусства. В Бийском драматическом театре свое летоисчисление. Сейчас там 132 сезон. И уже годами доказано, что быть успешным – это заслуга не только самого артиста. Костюмеры и парикмахеры тоже вносят свою лепту. Правильно подобранный образ – это уже половина успеха. Нет, никогда я себе прически не делал на спектакле. Ну, по крайней мере, вот такого плана. Просто настроение такое хорошее, решил себя побаловать. И зрителя тоже. В среднем на постановку одного спектакля уходит около двух месяцев. Но на счету актеров есть произведения, которые они воплотили в максимально короткие сроки – 9-14 дней. Работать до победного – это их привычный лозунг. И, конечно же, на помощь приходит многолетний опыт работы. Я 20 лет здесь работаю. То есть, мне кажется, дата говорит уже обо всем. То есть, мне здесь нравится. Я люблю этот театр. Мне не нравится работать с 9 до 5. Мне нравится работать вот именно так. Здесь очень много факторов. Сегодня в драмтеатре работает более 50 человек. Каждый из них вносит свою лепту в общее дело. Не так давно бискую труппу актеров пополнил молодой артист – Святослав Токаренко. Это его всего второй театральный сезон. Святослав любит быть в разных амплуа, но особенно тяготеет к вокальным партиям. Я артист. Нас этому всему обучают, естественно. Ну, до этого ходил в музыкальную школу. Как говорил Валерий Золотухин, хорошему вору все в пору. То есть, какие-то навыки, которые у меня остались из детства, они мне здесь, соответственно, пригодились. Сегодня в репертуаре Бийского драматического театра несколько десятков спектаклей. Каждые выходные бичане приходят сюда за эмоциями. При этом получают их и зрители, и актеры. Кристина Мелехова, Сергей Доровских. Будни. А любят ли бичане этот зрелищный вид искусства? И как часто посещают бийский драматически? Этот вопрос мы адресовали горожанам. Обычно на премьерах бывают, да. Редко, хотелось бы чаще. Был спектакль неплохой, последний раз я была. Последний раз, когда его посещали, это было школьное время. Которые приезжают на гастроли с театра, на них хожу. Очень редко, не приглашают. Иногда нам билеты здесь в НПЦ предлагали, мы по выходным ходили. Ну, посещаю, ну, как сказать, ну, два раза, может быть, в год. Ну, в прошлом году часто ходили. Ну, был вот на премьере в прошлом году Островского. Очень понравилось. Серебро стало путевкой на крупные соревнования. Спортсмены клуба «Спарта» стали призерами первенства по смешанным боевым единоборствам. И теперь два бейчанина поедут на чемпионат России отстаивать честь нашего города. Уровень соревнований был очень хороший, соперники сложные. В финале только вот, немного не получилось, не знаю, может быть, опыта не хватило. Ну, а так, все бои досрочно, все отлично выступил. Путевку на большой ринг бейчани получили на соревнованиях в Красноярске. Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа собрало бойцов из 10 регионов. 150 спортсменов, из них четверо, бейчан из клуба «Спарта». Двое вернулись с медалями. Никита Жуйков и Андрей Казанца в своих весовых категориях стали серебряными призерами. Юноши уверенно шли к победе. Все бои, с исключением финальных, выиграли досрочно. Бейчане показали отличную подготовку в партере, но немного не хватило мастерства и техники. Сейчас спортсмены уже начали подготовку к первенству и чемпионату России. Теперь будем работать. На Россию собираемся. Россия будет в сентябре, в конце сентября. Сейчас будем плотно готовиться и покажем хороший результат. И о погоде. Спонсор прогноза «Торговый дом. Строймир». Затеяли ремонт? Приходите в Строймир. Большое поступление линолеума, ковролина, ламината по низким ценам. Строймир. Все для строительства и ремонта. Яминская, 40. Телефон 325588. Итак, завтра, 31 марта, в Бийске будет пасмурно. Ожидается снег, ветер, переменных направлений слабый. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха высокая. Магнитосфера спокойная. И о температуре ночью минус 2 до нуля, днем минус 1, минус 3 градуса. И это все новости на сегодня. Желаю вам приятного завершения этого дня и отличных выходных. Будьте здоровы и пусть в вашей душе всегда живет весна. А я напоминаю, что выпуски информационной программы будут доступны в социальных сетях и на Ютубе. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова